Представляем вам обзор робота-пылесоса iRobot Roomba 760. Пылесосы от iRobot поставляются вот в таких красивых коробках. Итак, давайте посмотрим, что внутри. Роботы-пылесосы от iRobot упакованы очень качественно. Это полностью исключает повреждения во время транспортировки. Итак, по центру мы видим сам робот-пылесос iRobot Roomba 760 и его комплектацию. Два сменных фильтра, зарядная база, блок питания для зарядной базы, пульт дистанционного управления, пластиковый нож-гребенка, круглая гребенка и ограничитель движения. Рассмотрим более подробно элементы, входящие в комплектацию робота-пылесоса iRobot Roomba 760. Зарядная база, на которую робот автоматически возвращается после окончания цикла уборки. Блок питания для зарядной базы. Подключаются они очень просто. Сбоку на зарядной базе есть разъем для подключения. Подключаем. И зарядная база готова к работе. Ограничитель движения. Пульт дистанционного управления. По центру кнопка Clean. Это включение и выключение робота и отправка робота на уборку. Кнопка Spot для уборки определенного участка диаметром около 1 метра. Нижняя кнопка, она не подписана. Это кнопка DOC. Возврат робота на зарядную базу. С помощью верхнего джойстика вы можете управлять движением робота. Вперед, влево, вправо. Два дополнительных HEPA-фильтра. А также элементы для очистки щеток. Это пластиковый нож-гребенка. И круглая гребенка. Как очистить щетки робота, провести профилактику, смотрите отдельную видеоинструкцию на нашем сайте. iRobotDefisRomba.ru И вот перед нами робот-пылесос iRobot Roomba 760. Он представлен в цвете светло-серый металлик. Дизайн у него очень современный. Все детали робота выполнены качественно. В центре кнопка CLEAN. Это включение-выключение и запуск робота на уборку. А также кнопки настройки и управления. Передняя часть робота. Это бампер мягкого касания. Ручка для переноски. Обращаем ваше внимание, что у всех моделей 700 серии на бампере мягкого касания есть резиновая отбортовка. Тем самым робот при уборке не будет оставлять потертости на вашей мебели и стенах. В задней части робота расположен пылесборник, из которого перед первым включением необходимо извлечь транспортировочную вставку. Теперь рассмотрим обратную сторону робота-пылесоса. Здесь мы видим пылесборник с фильтрами. В центральной части расположен основной чистящий модуль с ворсяной и резиновой щеткой. Боковая щетка, которая убирает вдоль стен и углах комнаты. Ведущие колеса. И передние колесико. По краю робота расположены датчики перепада высоты. В передней части под крышкой находится аккумулятор. Для того, чтобы его подключить, необходимо удалить защитную желтую ленту. Данный звуковой сигнал свидетельствует о том, что питание подключено. Перед началом эксплуатации необходимо полностью зарядить аккумулятор. При первом включении робот просит установить время. Мы этого делать не будем и сразу отправим его на зарядную базу. Робот сигнализирует о том, что он успешно припарковался на зарядную базу. Над кнопкой КЛИН вы видите мигающий индикатор батареи, который указывает на то, что идет заряд. Как только аккумулятор полностью зарядится, индикатор станет зеленым. После этого вы сможете произвести настройку робота, установить русский язык, время и график уборки. Подробнее об этом смотрите в отдельной видеоинструкции на нашем сайте iRobotDeficeRumba.ru Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...